Когда мы говорим об истории России, то, конечно, особой главой в этой истории выделяется история Москвы. Как Москва стала столицей нашего государства, как складывались ее исторические пути – это тема, которая давно занимала историков. И в этом отношении, конечно, полезно вспомнить о том, в какой обстановке Москва превратилась в центр объединения русских земель. Борисов Николай Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Первое упоминание в летописи о Москве относится к 1147 году, связанному с именем Юрия Долгорукова, который появился здесь для встречи со своим союзником князем Святославом Черниговским. Но дальше Москва идет незаметным историческим путем. Собственно говоря, она в условиях феодальной раздробленности, в условиях татаро-монгольского ига. Всем было очевидно, что освободиться от этого ига, вернуть независимость, можно только объединив все человеческие ресурсы, все военные ресурсы северо-восточной Руси. Но объединиться было очень трудно. Объединиться было трудно, потому что, с одной стороны, татаро-монголы прекрасно понимали, что если русские земли объединятся, то их власти придет конец. И поэтому они внимательно отслеживали политическую ситуацию на Руси. И когда они видели, что какой-то князь, какой-то правитель вырвался вперед в этом деле объединения страны, то они всячески начинали ему мешать. То есть они либо останавливали его, либо просто уничтожали, либо выставляли ему соперника. Поэтому очень трудно было добиться какого-то результата. Но, тем не менее, нашлась однокняжеская семья, однокняжеская династия, которая сумела решить эту сложнейшую проблему. Это была династия московских князей. Московские князья начинаются, собственно говоря, с Александра Невского. Точнее говоря, с младшего сына Александра Невского, князя Даниила Александровича. Князь Даниил Александрович – это во многом загадочная фигура. Первый московский князь. Во многом загадочная фигура. Очень мало сведений о его деятельности. Но, тем не менее, мы все-таки видим, что он отличался двумя качествами. Первое качество – что он был очень миролюбивый. То есть, его правление почти не связано с какими-то походами, нападениями, сражениями. Его московский удел его вполне устраивает. Его вполне устраивает. Но время меняет людей, и время меняет политические задачи. И вот в конце правления Даниила у него появляется желание захватить кое-какие новые территории, прилегающие к Москве. Это прежде всего Коломна, которая раньше принадлежала рязанским князьям. Затем Можайск, который принадлежал раньше смоленским князьям. Ну и, конечно, Переславль-Залезский, который достался Москве, достался Даниилу по завещанию князя Ивана Дмитриевича Переславского. И вот, приобретая эти новые территории, Даниил постепенно выстраивает общую, так сказать, линию развития московского княжества вдоль Москвы-реки. Москва-река становится стержнем, вокруг которого московское княжество продолжает расти и усиливаться. На Руси существовало полное понимание того, что избавиться от иго чужеземцев можно только одним способом – объединив усилия русских князей, собрав в кулак военный потенциал Руси. Это все понимали. Вопрос, собственно говоря, заключался в том, кто конкретно сможет сделать вот это сложнейшее политическое достижение – объединить Русь или, по крайней мере, возглавить ее какое-то время. Постепенно вырисовываются два ведущих княжества. Одно из них – это Московское княжество, которым управлял сначала Даниил, младший сын Александра Невского, а затем его сын старший Юрий Данилович. Юрий Данилович – старший брат Ивана Калиты. Но параллельно усиливается и другой город, другой политический центр – это Тверь. Тверь поначалу была сильнее Москвы. Тверские князья имели больше оснований претендовать на великое княжение Владимирское. Но Москва не хотела уступать. И вот начинается тяжелая борьба, которая продолжалась примерно 25 лет между Москвой и Тверью. Она началась примерно в 1304 году, когда умирает князь Даниил, и завершается в 1328 году, когда московский князь Иван Калита становится уже безусловным лидером, возглавляет московскую политическую систему, становится во главе великого княжества московского. Когда мы пытаемся понять причины возвышения Москвы, то постепенно вырабатывается, выясняется, ну, по крайней мере, четыре причины, которые историки единодушно считают причинами успеха Москвы. Первая из них – это Москва – самое безопасное место. То есть Москва, если мы посмотрим на карту того времени, она находится в центре. Это можно, знаете, нарисовать в виде вот такой ромашки, цветка ромашки. В центре находится круглое маленькое ядро – это московское княжество. А вокруг него территории других княжеств, которые как бы закрывают это московское княжество, прикрывают его от внешних угроз. С одной стороны – Рязанское княжество, дальше идет Владимирское княжество, дальше идет Ростовское княжество, дальше идет Тверское, Смоленское, Брянское. Таким образом, со всех сторон Москва оказывается прикрытой. То есть ее выручает география. Вот наша география, она иногда нам очень большие проблемы создавала, но иногда все-таки она нам подбрасывала удачу. Для Москвы это была удача вот в такое расположение – на Москве-реке. Москва-река – великолепный путь, который связывал Смоленск с Окой. Потому что сейчас мы думаем, что Москва-река, вот она только в Москве. На самом деле Москва-река ведь начинается в районе Можайска. И там водораздел, и оттуда уже реки идут на запад. Да, так вот, Москва – самое безопасное место. Кроме того, Москва становится центром переселенческих потоков. Именно в силу своей безопасности Москва привлекает людей из других княжеств, которые не имеют такой безопасности, такой благоприятной ситуации. И вот переселенцы идут в Москву, потоки переселенцев. Люди во все времена хотят жить спокойно, хотят жить благополучно. И Москва давала им такой покой, такую безопасность. Это дорого стоило московским князьям, им приходилось очень много, так сказать, работать над этим. Но, тем не менее, они сумели привлечь к себе людей. А люди – это главное богатство того времени. Далее, вторая причина возвышения Москвы – это, конечно, Москва, перекресток торговых путей. Вот если мы нарисуем мысленно такую розу ветров, восемь дорог проходили через Москву. Восемь дорог. В том числе такие дороги, как дорога из Киева в Ростов, из Новгорода в Орду, из Смоленска во Владимир. То есть дороги, пересекаясь, примерно своего рода перекресток создавали. Москва – это вот такой перекресток, на котором все время есть жизнь. Мы сами прекрасно знаем, что там, где перекресток, там какая-то торговля всегда, какие-то люди, какое-то движение. И вот Москва как раз была в центре вот этого движения. Движение, которое приносило Москве и новых людей, и новые доходы, и какие-то новые возможности. Третья причина успехов Москвы – это союз московских князей и церкви. Церковь в то время была могущественной организацией, которая имела не только духовное, но и политическое значение. Руководители церкви, митрополиты, пользовались почетом в Орде. Церковь была освобождена от выплаты Ордынской дани. Это традиционная политика была монгольских ханов. Не трогать духовенство в тех странах, которые ими завоеваны. Не трогать, пусть они молятся своим богам, пусть все молятся за великого хана. И, так сказать, на этом можно было остановиться. Так вот, учитывая то, что церковь – это огромная сила, и материальная, и духовная, московские князья провели очень большую, тяжелую работу по привлечению в Москву кафедры митрополита Киевского и всея Руси. Митрополит Петр в 1322 году перенес свою резиденцию из Владимира, а еще раньше из Киева, перенес ее в Москву. Москва стала столицей Русской церкви. Для этого Москве потребовалось ни много ни мало выстроить пять каменных храмов. Потому что митрополит Петр, когда его Иван Калита упрашивал переехать в Москву, он говорил, да у тебя же ни одной каменной церкви нет в твоей Москве, ты сначала позаботься об этом. И вот в течение шести лет, с 1326 по 1333 год, в Москве было выстроено пять каменных храмов. Иван Калита не пожалел денег, не пожалел времени, рисковал. Показать, что у тебя есть деньги, было опасно в то время. И выстроил пять каменных храмов. И приехал митрополит Петр, посмотрел, сказал, да, я вижу, что это уже теперь город, который достоин того, чтобы здесь жил митрополит. Здесь есть Успенский собор, здесь есть Архангельский собор, церковь Иоанна Лествичника, церковь в честь апостола Петра. То есть весь набор, который необходим был для того, чтобы церковь могла здесь себя чувствовать достойно. И вот руководители церкви, конечно, помогали московским князьям. В ответ на то, что Москва делала для них, они давали информацию. Церковь ведь имела информацию о том, что происходит в Орде. Там был епископ, постоянно православный в Орде. Там очень много православных людей было, которые готовы были помогать Москве. Но им надо было, чтобы это было сделано, так сказать, аккуратно. Да, так что союз московских князей и церкви – это третья причина, почему именно Москва обошла другие княжества в борьбе за объединение. Ну, а четвертая причина – это, знаете, дальновидная политика московских князей. Она состояла в том, что московские князья не ссорились друг с другом и не ссорились с Ордой. И вот это было завещание Ивана Калиты – не ссориться между собой, жить дружно и действовать как единая, ну, как мы сейчас сказали бы, команда, как единая семья. А с другой стороны, ни в коем случае не ссориться с Ордой. Иначе будут погромы, иначе мы потеряем то, что накоплено. Калита семь раз ездил в Орду, Иван Данилович. Каждая поездка с риском для жизни, с огромным таким усилием физическим, но при нем не было ни одного нападения на Москву. И вот когда Калита пришел к власти, летописец, который вел рассказ об этих всех событиях, он записал в своей летописи, что пришел на великое княжение Иван Данилович Московский. И дальше такая фраза «И бысть оттоли, тишина великая в русской земле, и присташа поганой воевать и русскую землю, и опочише православное оттомление Бессерменского». «Тишина великая» на 40 лет, добавляет летописец. То есть с 1328 по 1368 год. Это был огромный успех Москвы. Москва стала лидером именно потому, что она провела наиболее эффективную по тем временам политику. Политику компромиссов, конечно. Но это была политика Александра Невского. И вот через Даниила к Ивану Калитея, к его братьям, эта вот традиция, она идет все дальше и дальше. И Москва постепенно усиливается, расширяется. И уже во времена Дмитрия Донского начинается прямая вооруженная борьба за независимость, во главе которой становится Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова